Всем доброго дня и отличного настроения! Сегодня мы попробуем с вами сделать фальш-камин. Вот у меня такой есть угол, свободное пространство. И хотелось бы сделать здесь камин. Фальш-камин. Из чего можем сделать? Из коробок, из подручных материалов. Всё, что найдём у себя в доме. Итак, попробуем. Вначале я принесла все коробки, которые были в доме. Хорошо, что мы не выпрасывали их из-под различной техники. Они плотные. И из коробок выбрала те, которые мне подходили. Вот составив таким образом, по-моему, мне казалось, по размеру и по высоте, по ширине идеально подходит под мой предполагаемый размер камина. Но чтобы укрепить нижнюю часть, я ещё нашла кусок фанеры и положила. И вот, по-моему, начало получилось очень даже неплохо. Далее вырезаем фанеру той формы, которая нужна нам. И под эту фанеру опять же делаем коробку. Вырезаем коробку и склеиваем. Я её обклеила бумажным скотчем сверху вместе с фанерой. Для того, чтобы поверхность была более ровной. После того, как нижняя часть камина была готова, ставлю боковые коробки. И для топки нашла ещё одну коробку, идеально подходящую по размеру. Саму топку я решила сделать полукруглой. Вырезала её. И вот что у нас получилось. Теперь осталось соединить все эти коробки. И получилось очень даже неплохо. Так как камин будет электрический, и я планирую туда электрогирлянду подключить, или дальше электрокамин в будущем, то розетку надо освободить. У меня розетка прямо хорошо находится сзади, близко. Поэтому в коробках я вырезала отверстие. Вот таким образом, чтобы можно было туда подключить то, что нам надо. Столешницы у меня дома не нашлось. И пришлось её купить в магазине. Она где-то стоила около 300 рублей. Подходящая мне по размеру. После примерки столешницу опять убираем. И все коробки, так как коробки были гладкие, их потом очень сложно оклеивать, то вначале я их оклеила бумажным скотчем. Он шершавый, и на нём хорошо будут держаться обои. После ремонта оставались куски обоев, которыми я оклеила камин при помощи строительного клея ПВА. А для топки я использовала подложку под ламинат, которая тоже осталась после ремонта. Нижнюю часть порожек можно сделать из линолеума. Но попробуем, посмотрим. Под столешницу я приклеила потолочный плинтус. Благо, что он тоже оставался у нас после ремонта. Также после ремонта оставались вот такие остатки искусственного камня, которые я тоже решила использовать для декоративной отделки камина. Вот таким образом разложила. Я думаю, что он будет у меня сделан полукругом. Карниз приклеивала при помощи жидких гвоздей, так же, как и декоративный камень. Итак, отделка закончена. По-моему, получилось очень даже красиво. Этот камень легко режется ножницами, как оказалось. Поэтому просто разрезаешь ножницами и приклеиваешь при помощи жидких гвоздей. Очень даже неплохо. Но мне не нравится здесь нижняя часть. По-моему, линолеум сюда не очень подходит. Что же придумать? Можно было сделать мозаику из остатков плитки. Но мне нечем было ее резать, и поэтому я оставила этот вариант. Хотя он тоже был неплохим. Попробовала еще один вариант. Это ламинат. У подруги нашлись куски ламината, которые сюда, по-моему, идеально подошли. Осталось только подогнать их по размеру, что мы и сделали. Мне кажется, получилось очень даже красивенько. Надо теперь декорировать нижнюю часть. При помощи жидких гвоздей я приклеила тот же самый декоративный камень, который у меня оставался. И покрасила его вот в такой цвет. В общем, получилось неплохо. Но мне не понравился цвет. Он выбивался из общей гаммы. Так как комната и сам камень были светлыми, а нижняя часть получилась какой-то тяжелой. Поэтому я перекрасила ее в другой цвет. При помощи той краски, которую нашла. Оставалась краска от покраски стен. Вот ее я использовала. Я даже не знаю, что это была за краска. Ну, какая-то строительная. Теперь подключаем электрогирлянду. Уложила красную мишуру, символизирующую огонь. В будущем я планирую туда положить дрова или сделать их. Но это будет отдельное тогда видео. И вот камень уже горит. Здорово! По-моему, получилось прелестно. Во всяком случае, мне нравится. Мне захотелось сделать декоративную решетку. У меня есть флористическая проволока, но можно использовать любую проволоку. Толщиной она где-то 1 мм или чуть больше. Я сделала конус из линолеума. На него накручиваю спиралью проволоку. Потом ее сплющиваю, то есть, чтобы она была в одной плоскости. И получаются вот такие завитки. Из этих завитков потом собираю решетку нужной формы. У меня она будет уголком в виде треугольника. Вот такая получилась решеточка. При помощи декоративных булавочек с ушками я прикалываю эту решетку к самому камину. Вот получилась такая красивая декоративная решетка. Осталось украсить камин к Новому году. Что мы и сделаем. Из зеленой гофрированной бумаги и проволоки я сделала еловую ветку. Украсила ее шишками, бусами, игрушками, а также символом года собачками, сделанными из глиттерного фоамирана. Сапожки новогодние сделала моя внученька. По-моему, получилось очень красиво. Они очень украсили этот камин. И пусть этот камин согревает сердца всех тех, кто приходит сюда, в этот дом. Вам, друзья, от всей души желаю. Пусть в доме вашем будет мир и будет теплым дом. И пусть горит камин души божественным огнем. Творческих вам успехов, друзья. И до новых встреч. С вами была Елена Люботанская.